Праздники внесли определенную коррективу в работу и рабочий график всей страны, в том числе правительства Республики Башкортостан. Потому оперативное совещание было пересняно с понедельника на вторник, и, соответственно, делаем обзор этого совещания сегодня в среду. Минувший вторник совещание в правительстве Республики было очень кратким, лаконичным, малочисленные вопросы обсуждались на этом совещании. Не знаю, что явилось тому причиной, возможно, то, что Хабиров слегка приболел и, видимо, не мог долго находиться на совещании, или еще какие-то причины были. Ну, в общем, было оно коротким, но, тем не менее, оно было интересным. Во вступительном слове к совещанию Хабиров попросил всех присутствующих активно заниматься проблемами речного порта. Судя по всему, идея эта окончательно захватила руководителя республики, и возрождение речного порта и речного пароходства станет, видимо, некой такой стержневой идеей в деятельности правительства Республики Башкортостан и лично Хабирова. Судя по всему, это будет некий выделенный мегапроект, и много-много сотен миллионов рублей бюджет Республики Башкортостан вбухает в это дело. Так осталось непонятным, насколько вообще нужен Башкирии речной флот и речное пароходство. Ну, посмотрим, каким результатом они придут. По крайней мере, то, что сейчас планируется делать в ближайшее время, опять отдает неким популизмам, потому что планируют там какой-то дать и опять какую-то ржавую посудину покрасить и запустить ее с ветеранами на борту. Еще какие-то быстро осуществляемые и дорогостоящие мероприятия планируются в ближайшее время. Ну, будем наблюдать, посмотрим, дойдет ли дело до кардинальных мер, имеется в виду действительно реального возрождения этой сферы. Также во вступительном слове Хабиров упомянул некие показатели Башстата, которые пришли на текущую дату. Одна из этих цифр меня чрезвычайно удивила. В частности, Хабиров сказал, что за январь месяц в республике наблюдался 37-процентный рост в области строительства. Вот уж во что угодно, но только в это поверить невозможно. Во-первых, потому что добрая треть января вообще не рабочее время. Зима и на фоне вообще-то наметившегося спада в строительстве вообще в целом по республике, откуда взялись эти 37 процентов, если только не единственный сданный дом в серебряном ручье стал этими 37 процентами, но тогда это будет просто арифметически говорить о том, что в общем и целом объем сдаваемого вводимого жилья в республике абсолютно ничтожен. Далее перешли к традиционной повестке дня. Я имею в виду первый и обычный для оперативки вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах ИЧС. Первым докладчиком и вообще основным докладчиком всего совещания был Борис Владимирович Беляев, который поведал нам, что бесконечно хорошо дела обстоят в жилищно-коммунальной сфере республики, и говорить об этом вообще нет никакого смысла. Отдельно прекрасно и великолепно обстоят дела с очисткой тротуаров и межквартальных проездов, отметил Борис Беляев, и перешел плавно к теме оборота твердокоммунальных отходов. Борис Владимирович сообщил нам, что он внимательно проанализировал обращения граждан в социальных сетях и прочих способах связи с властью и сообщил, что только 24 обращения в неделю приходят от граждан жителей республики Башкортостан, тех, которые недовольны тем, как у них вывозится мусор с их придомовых территорий. Кроме того, что сама по себе цифра в 24 обращения на 4-миллионную республику – это смешно, я бы еще Борису Владимировичу подсказал выход. Если он хочет совсем избавиться от недовольных граждан, которые будут ему писать письма о ненадлежащем вывозе мусора, можно просто попросить мадам Прочаковскую, она нажмет на пару кнопочек, и этих обращений вообще не станет. Она заблокирует оставшихся последних 24 подписчика аккаунта Министерства жилищно-коммунального хозяйства в соцсетях, и жалобы, как говорится, иссякнут. Тут Борис Владимирович основательно, в общем-то, конечно, нас насмешил вот этой своей статистикой, но надо отметить, что вообще какую бы ересь ни нес вице-премьер правительства Беляев, делает он это с чрезвычайно серьезным выражением лица, чем немало веселит зрителей. Далее Борис Владимирович сообщил, что с 16 марта, совсем скоро, буквально осталось потерпеть три недели, в республике будет запущена тотальная система фотофиксации вывоза мусора с контейнерных площадок. Напомню, что в республике, по официальным данным, 17 806 контейнерных площадок, на которых расположено 44 917 контейнеров для мусора. Так вот, с 16 марта каждая контейнерная площадка будет отсылать фотографию Бориса Владимировича, ну, видимо, через мусоровозы или какие-то иные средства связи, и Борис Владимирович практически в режиме онлайн будет видеть, как, откуда вывозится мусор. Остается неизвестным, кому будет дан доступ к этой чудо-системе, будет ли возможность со стороны извне для рядовых граждан наблюдать за вывозом мусора на их, например, конкретной контейнерной площадке. Думаю, что вряд ли такая функция появится, иначе фиаско ждет всю систему мгновенно и на месте. Кроме всего прочего, отмечу, что на самом деле система фотофиксации вывоза твердокоммунальных отходов давно уже существует. И существует она вне желания и вне деятельности господина Беляева. Возникла она абсолютно стихийно. Граждане давно и основательно фотографируют это безобразие, которое называется у нас мусорной реформой. В том числе и нам присылают очень много фотографий. Вот на этой неделе, пометуя о том недоразумении, которое произошло с Довлекановым, мы очень внимательно проверили те фотографии, которые нам присылают. На этой неделе я выражаю отдельную персональную благодарность депутату Госсобрания Курулта Республики Башкортостан господину Хафизову, который прислал нам фотографии из Шакши. Мы вам показываем эти фотографии. Конкретно адрес этой мусорной контейнерной площадки между домами номер 52 и 48 по улице Гвардейская. Тут никакой ошибки быть не может. Ради Фаридович, это город Уфа. Это недалекие, отдаленные, горные, еще не охваченные цивилизацией районы Республики Башкортостан. Это столица республики. Так вот, в районе Шакша, в городе Уфа, находится вот такая контейнерная площадка, о которых дорогой руководитель республики много и подробно шумел, в том числе и на этом совещании. Завершая отчитываться о мусорной реформе, Борис Владимирович привел и вовсе уж печальные цифры. Во-первых, он сообщил, что только 48%, меньше половины организаций в Республике Башкортостан заключили договора на вывоз твердокоммунальных отходов. И менее 70% населения дисциплинированно платит за вывоз твердокоммунальных отходов. В общем, конечно, с точки зрения собираемости и заключения договоров, именно той задачи, которую поставил Беляеву, Назаров и Хабиров, прежде чем Беляев попытается повысить плату за вывоз твердокоммунальных отходов, именно эту задачу Беляеву выполнить не удается. Показатели эти практически стоят на месте, несмотря на то, что он их там нагнетает, подгоняет и добавляет. Тем не менее, пока это печально вот так. Завершив рассказывать о твердокоммунальных отходах, Беляев приготовился выслушать комментарии Хабирова. Ну, Хабиров, в общем-то, работу Беляева не стал оценивать практически, но обрушился на глав районов, которые не смогли обустроить должным образом контейнерные площадки. Вот тут мы как раз в помощь этой всей информационной системе хотим предложить некий флешмоб или некую помощь нашему любимому правительству. Я обращаюсь к зрителям нашего канала и предлагаю им сфотографировать их контейнерные площадки. Ну, это контейнерные площадки, которые находятся в непосредственной близости от ваших домов. И прислать нам фотографии. Единственным условием является обязательно и точное указание адреса этой контейнерной площадки. То есть нужно указать, какой ближайший дом, ну, адрес какого дома находится рядом с этой контейнерной площадкой. Вы очень поможете нам в понимании того, в каком положении находится вот эта вся система, насколько достоверны или недостоверны доклады господина Беляева. А мы будем регулярно показывать ваши фотографии при условии, что они будут точно определяемы по местоположению контейнерной площадки. Вторым садокладчиком по первому вопросу, как обычно, был Мухаммедьянов Тимур Рафисович, который в основном докладывал о ситуации на дорогах. Ну, собственно, здесь вроде как нам не предвещало ничего необычного, но Тимур Рафисович сообщил цифры. 74 ДТП за прошедшую неделю, 94 пострадавших, 6 человек погибло на дорогах. Тимур Рафисович с печалью констатировал, что это на 2 превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ну, то, с чем он обычно сравнивает свои цифры. Так вот, не успели еще затихнуть слова Тимура Рафисовича об этих цифрах, как мне прислали сводку и данные ГИБДД, и в этот раз опять и в очередной раз выясняется, что господин Мухаммедьянов нагло в глаза обманывает Хабирова. Именно показатель смертности, который для него ключевой и главный, и по которому оценивают фактически его работу в области безопасности дорожного движения, именно этот показатель является всегда предметом фальсификации господина Мухаммедьянова. Я не знаю, как долго может Хабиров терпеть прямое вранье прямо в глаза. Вообще-то, по его темпераменту, по его поведению, по его манерам, он не из тех людей, которые терпят вот это просто такое вот вытирание об себя ноги. Но, тем не менее, господин Мухаммедьянов опять и достаточно основательно обманул господина Хабирова. И обманул он его именно в части статистики смертности за истекший период. Повторюсь, происходит это регулярно, происходит это постоянно. Мы уже не верим тому, что нам сообщил по итогам прошлого года. Имеется в виду, что смертность несколько снизилась на дорогах. На самом деле, вероятнее всего, это не так, учитывая, что господин Мухаммедьянов постоянно и регулярно врет Хабирову. Чтобы не быть голословным, скажу и цифры, о которых идет речь. Собственно, Мухаммедьянов сообщил, что по его данным погибло на дороге 6 человек, а по данным ГИБДД, которым я доверяю существенно больше, чем самому Мухаммедьянову, погибло 8 человек. Согласитесь, 6 и 8 – существенная разница. И подобная фальсификация происходит практически каждую неделю. У нас 52 недели. Если каждую неделю Мухаммедьянов привирает на 2 трупа, соответственно, мы имеем 100, а то и 104 неучтенных погибших на дорогах Башкортостана. Выслушав Тимура Рафисовича, Хабиров как-то так раздраженно потребовал проанализировать ситуацию, которая сложилась на минувшей неделе на трассе М5, я имею в виду, и Хабиров имел в виду вот эту массовую аварию, массовое ДТП, которое случилось там в связи с гололедом и внезапной сменой погоды. Отдельно Хабиров попросил найти и наградить фельдшера, женщину, которая оказывала помощь пострадавшим и попавшим в это массовое ДТП. Хабиров также отметил отвратительное, практически нулевое освещение вот этой экстренной ситуации с погодой в средствах массовой информации и по телевидению в Башкирии. Ну, тут объяснение понятное. Все силы телевидения были брошены на съемки Ульяны Трегубчак и какого-то там Авессалома или Авессалама, какую-то, в общем, ересь БСТ у нас очередную выдала. Видимо, эта ересь забрала все силы и ресурсы Башкирского телевидения, и тут уж было не до объявления о чрезвычайных ситуациях. Третьим садокладчиком по первому вопросу был, как обычно, Гумиров Фаритрифович, который скромно сообщил нам, что за прошедшую неделю 6 человек погибло в пожарах. Один человек погиб в результате падения снега с крыши, что достаточно традиционно, к сожалению, для этого времени года, и один человек умудрился утонуть в реке, что достаточно редко происходит в зимнее время года в республике Башкортостан. Фаритрифович констатировал статистическое снижение количества погибающих в пожарах на 16 человек к аналогичному периоду прошлого года. Все утро на арене цирка, а именно самой большой звездой минувшей оперативки, был Борис Владимирович Беляев, и он был, естественно, докладчиком по второму вопросу оперативного совещания. И вопрос этот был об итогах реализации республиканской программы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Очень много об этом говорилось в предыдущем году. Многократно заслушивались доклады Бориса Владимировича, и вот случился итоговый доклад по результатам 2019 года. Прямо скажем, отчеты за 2019 год как-то затянулись. У нас уже февраль 2020 года заканчивается, а в эфире оперативок все еще звучат отчеты по работе 2019 года. Ну да ладно. Так вот, что нам сообщил Борис Владимирович с точки зрения статистики? Он нам сообщил, что он планировал отремонтировать 4000 подъездов, но у него не получилось. И отремонтировал он 3697. Всего он истратил 1 миллиард 507 миллионов рублей. Несложно посчитать, что в среднем на каждый подъезд, в среднем подъезды, конечно, разные, этажность разная, но средняя стоимость ремонта одного подъезда – это 377 тысяч рублей. В 2020 году Борис Владимирович планирует отремонтировать на 15% меньше, чем планировал в 2019 году, а именно 3382 подъезда. Перечень подъездов уже определен. Со слов господина Беляева со всеми жителями, где будут ремонтироваться подъезды, все уже обсуждено, утверждено и подписано. Перечень подъездов можно обнаружить на сайте собственного муниципального объединения, то есть в городских районных сайтах, там, со слов Беляева, все расположено, все размещено, пожалуйста, можно узнать. До 24 марта Борис Владимирович заключит все договора на работы по ремонтам этих подъездов, начнет работы не позднее 30 апреля, а закончит их не позднее 31 октября 2020 года. Вот такие радужные и четкие планы у Бориса Владимировича. Несколько снизить объемы, но, видимо, увеличить качество. Хабиров мрачно выслушал доклад Беляева. Доклад был, кстати говоря, достаточно короткий и достаточно неинформативный. Хабиров попросил, цитирую, «не мучить людей и не повторять ошибок прошлого года». Ну, что конкретно имел в виду Хабиров, осталось неизвестно, но, видимо, речь идет о самом процессе производства этих ремонтов, потому что ремонты кое-где затянулись, кое-где начались поздно, кое-где закончились печально, а именно там бетонированием входных дверей и прочими, в общем, ошибками и нелепостями. Но, в общем, Хабиров образно это все именно так охарактеризовал, чтобы люди не мучились в процессе этого ремонта. Потом произошел очень примечательный диалог, который, ну, в общем-то, отразил и уровень общения, и уровень понимания господином Беляевым всей вот этой проблематики. Хабиров спросил Беляева, у кого лучшие подъезды, ну, то есть в каком районе, в каком муниципалитете. Беляев растерялся, он как-то был не готов к такой вот, значит, выходке Хабирова, к такой подлости, такой вот неожиданный вопрос вдруг взял и задал Хабиров, а у кого, в каком районе лучшие подъезды получились. Беляев категорически не мог ответить на этот вопрос. Из зала стали выуживать какого-то Пал Валерьевича, буквально так его звал Беляев. Безвестный Пал Валерьевич, будучи не в камере, где-то там издалека глухим голосом сообщил, что кому-то где-то вручили, значит, почетную грамоту за лучший подъезд. Хабиров как-то так, ну, попытался настаивать. Он говорит, ну, хорошо, грамоты – это хорошо, хотя, конечно, надо было бы поощрить более существенно, но кто же, кому же вручили? Покажите мне, говорит, лучшие подъезды Беляев. Мотает головой и как-то вот наотрез. То есть человек настолько не готов вообще в принципе отступить от текста доклада, то есть вот буквально шаг в сторону, причем на, в общем-то, на ту же тему, да, то есть если он действительно проводил конкурсы, а Беляев настаивает, что он провел конкурс, выявил лучших там, все это вот как чин-чинарем, как повелел Хабиров, собственно, но при этом он не может назвать тех, кто выиграл. Ну, в общем, конечно, звучало это все как-то настолько недостоверно, настолько, ну, как-то вот жалко на самом деле, чтобы просто противно было смотреть. Хабиров это все дело прокомментировал вот интересным образом, процитирую. «Я вот все время о негативе», – сказал Хабиров, – «работа у меня такая, ну, покажите лучшие подъезды». «Пролился бальзам на мою душу», я-то думал, что это я один там, единственный все время на негативе. Оказывается, у Радия Фаритовича тоже такая же работа, и он все время весь по уши в негативе. Фактически мы с ним даже где-то, наверное, коллеги в этом смысле. Я его понимаю, это очень нелегко все время находиться в негативе. Особенно, когда вот подобные сотрудники, как Беляев, даже каплю позитива не готовы пролить на душу начальства. Ну, в общем, Хабиров, завершая этот вопрос, еще раз попросил показать ему лучшие подъезды. Вот посмотрим, будет ли это сделано публично, или где-то там со смартфончика Беляев ему покажет фоточки. Беляев вообще не уходил со сцены, от трибуны. Он просто менял тексты докладов, и третий доклад на оперативном совещании сделал тоже он. Доклад этот был об итогах реализации мероприятий по улучшению наружного освещения населенных пунктов в Республике Башкортостан и задачах на 2020 год. Это тоже многократно обсуждаемая тема. Тема дополнительного освещения в городах и муниципалитетах Республики. И Беляев отчитался о том, что он сделал за 2019 год. В частности, он сообщил, что он установил 28 тысяч новых светильников, 5500 новых опор освещения, заменил 14 тысяч старых светильников неисправных и проложил 1122 километра самоизолирующегося провода, что бы это ни значило. Простая арифметика говорит о том, что господин Беляев, судя по его отчетности, устанавливал по 5 светильников на одну новую опору. Иначе можно предположить, конечно, что какие-то из светильников господин Беляев располагал прямо на земле или на стенах зданий и сооружений, но в общем не бьются эти цифры. 28 тысяч новых светильников и всего 5500 новых опор. Как это объяснить, я не знаю. Беляев, собственно, тоже объяснять этого не стал. Дальше господин Беляев перешел к самому важному, на мой взгляд, по крайней мере. Цитирую. Вице-премьер сказал, если по количеству все нормально, то с качеством это не так. И дальше, в общем-то, господин Беляев совершил некий сеанс саморазоблачения и сообщил нам, что только в 12% муниципалитетов из тех, что участвовали в этой программе, а участвовали 62 муниципалитета района и города республики, только в 12% качество светильников соответствует стандартам и техническим заданиям конкурсов. Где же соответствуют? Соответствуют в Уфе, в Нефтекамске, в Межгорье, в Кумертау, в Салавате, в Зелаирском районе, Краснокамском районе, Шаранском районе и Мелюзовском районе. Во всех остальных муниципалитетах и районах закупленные светильники не соответствуют ГОСТам и техническим условиям контрактов. По сути, что нам сообщил господин Беляев? Он сообщил нам, что в 88% муниципалитетов, участвовавших в этой программе, светильники не соответствуют качественным показателям и, по сути, могут быть опасны, например, для здоровья. Дело в том, что вот эти стандарты по силе светового потока и по спектру света, которые излучаются светильниками, эти стандарты определенным образом лежат именно в зоне безопасности для зрения человека. Ни для кого не секрет, что китайские мастера делают иногда такие световые приборы, от которых потом наступают довольно тяжелые последствия для зрения людей. Соответственно, можно предположить, что 88% муниципалитетов установили именно вот такие потенциально опасные светильники. Более того, они их не только установили по ошибке или по недогляду, они не смогли проконтролировать качество этих световых приборов и оплатили их подрядчикам. Вот тут, конечно, на самом деле и кроется то зерно скандала, которое нам сообщил господин Беляев. Беляев даже не понимал, что он на самом деле говорит. Он на самом деле отчитался о том, что он полностью провалил вот эту программу истратил на это дело 648 миллионов рублей, что является единственным ощутимым результатом на самом деле этой программы. Вот единственное, что понятно из того, что он сделал, это то, что он истратил 648 миллионов рублей. Что делать дальше, категорически непонятно. В большинстве муниципалитетов документы, акты приемки передачи, оплаты уже произведены. Что будет происходить дальше, неизвестно. Произошло некое обсуждение этого впоследствии. Вот этого доклада. Но закончим. В 2020 году господин Беляев планирует сократить вдвое объем финансирования этой программы, что на самом деле не может не радовать. То есть мы, по крайней мере, получим вдвое меньшие риски для здоровья граждан по результатам деятельности господина Беляева. Ну а также, естественно, бюджету будет нанесен вдвое меньший ущерб от деятельности этого вице-премьера. Беляев в 2020 году планирует установить еще 15,5 тысяч светильников в республике Башкортостан. Далее перешли к обсуждению вопроса. Хабиров, конечно, резонно задал вопрос, почему несоответствующие ГОСТам и стандартам светильники оплачивались муниципалитетами. Хабиров сказал, что он будет разбираться с главами. Потом он стал рассуждать, что ему проще сделать, донести до глав идею того, что работать нужно правильно, или поувольнять их, этих глав. Судя по всему, Хабиров пришел к выводу, что ему проще их уволить. Он так сказал мне, проще вас уволить, чем с вами разбираться. Далее было упомянуто вот это пресловутое ИП Якупов, о котором говорили еще в октябре 2019 года, когда в очередной раз обсуждали вот эту тему светильников. И Хабиров, цитирую, сказал, «Возникает нехорошее подозрение, что за этим ИП Якупов стоит кто-то из наших коллег. Будем чистить ряды». Конец цитаты. Отдельно оговорюсь, что вчера мне удалось связаться с Дмитрием Якуповым, тем самым ИП Якупов. Мы запланировали с ним пообщаться и погрузиться всерьез в эту проблему. Судя по тому, что он мне успел сообщить изначально, на самом деле все обстоит несколько не так, как было преподнесено Хабирову. Я планирую разобраться, на самом деле, с этим детективным сюжетом. Вот это вот какое-то демоническое ИП Якупов, по крайней мере, так, как его представляют чиновники и докладчики, и вот это вот контрольные органы тоже, оно, наверное, не могло внести такой вот сумятицу в работу целого Министерства жилищно-коммунального хозяйства и целой республиканской программы. Но вот, тем не менее, так это преподносится и проверяющими контрольными органами контрольно-счетного управления главы республики и чиновниками Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В общем, мы пообщаемся еще с господином Якуповым и выясним, что же там было на самом деле. Хабиров отчитал Беляева о том, что недостаточно было просто отправить образцы претензионных писем в районы и муниципалитеты, чтобы муниципалитеты могли отстоять свои интересы, но нужно было еще и погрузиться несколько в эту работу. Беляев обиженно молчал. У меня есть подозрение, что он ожидал некой похвалы за эту свою работу. Хотя, еще раз повторюсь, он, по-моему, не понимал, что он говорит. Потому что Беляев отчитался, по сути, о полном провале 648-миллионного проекта. То есть, вообще-то, в приличном обществе люди должны подавать в отставку, а правоохранительные органы должны начинать заниматься конкретно ролью господина Беляева во всей этой 600-миллионной афере. Но, тем не менее, судя по всему, этого не случилось, а Беляев еще и рассчитывал на похвалу от руководства. Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос об организации приема и обработки вызовов в системе обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Доклад делал председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Гумеров Фарид Рифович. Собственно, он рассказал нам о том, что в Башкирии полноценно работает система 112. Мы все про нее знаем. Это единый номер, на который можно позвонить при любых экстренных ситуациях, пожарах, ДТП, преступлениях, каких-то природных явлениях, угрожающих жизни, здоровью людей. И, соответственно, Фарид Рифович отчитался о том, как он внедрял эту систему с 2017 года по нынешний момент и планирует развивать ее до 2024 года в окончательном ее виде. Любопытно было узнать, что в общей сложности за 7 лет планируется истратить более чем 1,3 млрд рублей на эту систему. С 2018 года по 2024 год регулярные затраты на систему составят примерно 161 млн в год. Причем в этой смете присутствует какая-то загадочная инвестиционная модель, на которую планируется потратить в общей сложности 552 млн рублей. Фарид Рифович не пояснил нам, о какой инвестиционной модели в подобном мероприятии идет речь. Хотелось бы, на самом деле, узнать, что это такое. Также господин Гумеров огласил статистику работы системы. Он сообщил, что в 2019 году было принято 2 млн 200 тысяч звонков. Причем любопытно, что 51% из них были ложными звонками, 2% — это так называемые детские шалости, 12% — справочные вопросы, то есть вопросы, не относящиеся к чрезвычайной ситуации, и только 35% — это вызовы служб именно экстренного реагирования, то есть фактически это вызова по делу. Несложный подсчет говорит нам, что каждый звонок на службу 112 обходится налогоплательщикам в 73 рубля. То есть это стоимость затраты на то, чтобы обслуживать систему, исходя из количества звонков 2 млн 200 тысяч в год. По сути, каждый эффективный звонок, то есть звонок именно о чрезвычайной ситуации, обходился казне в 209 рублей. Это действительно немало, учитывая количество звонков и прочее. Но можно себя утешать только тем, что Фарид Рифович сообщил нам о том, что он предотвратил больше 100 самоубийств, сотни людей получили помощь в процессе каких-то пожаров, каких-то техногенных происшествий. Ну, в общем-то, наверное, одна единственная жизнь стоит любых денег. Соответственно, наверное, дело это благое и полезное. Пятым вопросом оперативного совещания был доклад руководителя филиала Куйбышевской железной дороги в республике Башкортостан о результатах работы его предприятия. Честно говоря, я как не старался и как не слушал и не вслушивался в этот доклад, так и не понял, зачем он прозвучал на заседании правительства республики Башкортостан. Причем здесь отчет конкретного отдельно взятого предприятия, никоим образом не подчиненного правительству. И зачем он был сделан, не знаю. Может быть, это было наведение мостов между РЖД и республикой в свете планов и проектов устройства дороги из Уфы в Нистикамск. Может быть, это в контексте вот этой кольцевой железной дороги вокруг Уфы, которую планируют делать. Ну, в общем, не знаю. Многократно я говорил о том, что доклады всевозможных федеральных чиновников, каких-то отдельно взятых предприятий на правительстве выглядят достаточно нелепо и непонятно. Ну, в общем, не вижу я ни смысла, ни повода говорить об этом докладе. Не вижу ничего интересного для зрителей и слушателей. Не хочу отнимать время. В завершение обзора хочу еще раз напомнить о нашем проекте по мусорным контейнерным площадкам. Присылайте нам на почту, пожалуйста, фотографии тех мусорных контейнеров и мусорных площадок, которые расположены около вашего дома. Обязательно указывайте адреса расположения. Очень интересный Ленинский район города Уфы. Много жалоб было из Нижегородки. Покажите, пожалуйста, как устроен сбор мусора в ваших кварталах, районах, в ваших городах. Интересует нас не только Уфа, но и все города, поселки и деревни Республики Башкортостан, так как заявлено, что вывоз мусора у нас теперь, в общем-то, тотальный и отовсюду происходит. Присылайте. Будем очень вам благодарны. Будем периодически показывать результаты сбора этих фотографий. Возможно, сделаем даже какую-то отдельную рублику. Ну и ставьте лайки, пишите комментарии. Я благодарен нашим зрителям за то, как активно они откомментировали наш предыдущий выпуск. Очень много интересных и, в общем-то, глубокомысленных даже было там комментариев. Интересно их было читать. Я всегда готов общаться. В общем, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok